В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим на тему пожарной безопасности при строительстве. В гостях у нас Иван Микитюк, заместитель начальника нормативно-технического отдела Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Иван, добрый день! Добрый день, Юлия! Что же такое пожарная безопасность при строительстве? Что входит вообще в это понятие? И о каком строительстве мы говорим? Пожарная безопасность – это состояние защищенности объекта от возникновения пожара, которое соблюдается с помощью выполнения определенных мероприятий, направленных на поддержание пожарной безопасности зданий и сооружений. Зданий и сооружений. То есть мы говорим о строительстве, да? То есть это не какая-то отдельная квартира, это при возведении, там, вот как у нас сейчас, многоквартирные дома возводятся, например, или как вот офис мы находимся. Вот о таком строительстве мы говорим. Да, мы говорим обо всем строительстве, то есть и о мелком, и о крупном, и о высотном, и средней высотности, так скажем, объекты. Поэтому везде, на каждый объект защиты, это называется у нас так, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Деятельность организации, которые обслуживают средства пожарной безопасности. Да. У нас на здании поддержание, в том числе пожарной безопасности, выполняется нахождением таких объектов средств пожарной безопасности. То есть, ну, в простонародье это пожарная сигнализация, оповещение там и так далее. Я хотел бы обратить внимание свое на то, что деятельность по монтажу, обслуживанию данных систем в соответствии с законом подлежит лицензированию. То есть, чтобы обслуживать, монтировать, содержать данные системы, необходимо иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Лицензия включает в себя 10 видов работ. То есть, такие работы, как заправка огнетушителей, установка противопожарных дверей, сигнализация пожарная, пожаротушение различное, водное, газовое, в зависимости от назначения объекта, опять же. Для выполнения всех этих работ необходимо наличие, как я уже повторился, лицензии. И что с этой лицензией делать? Для того, чтобы получить лицензию, необходимо соответствовать лицензионным требованиям, которые правительство России определило. То есть, это необходимо. Количество людей должно быть у организаций, которые прошли и владеют определенным образованием в области пожарной безопасности. Это, в свою очередь, должно быть необходимое оборудование, которое должно подвергаться поверке, так как там высокоточные показатели и так далее. Должно иметь оно помещение по месту осуществления деятельности. При соблюдении этих требований, то есть, заявитель подает заявление с использованием портала госуслуг. Недавно поменялась у нас эта подача заявлений. То есть, раньше можно было принести на бумажном, еще как-то. То сейчас все уходит в цифровизацию. То есть, сейчас исключительно через личный кабинет самой организации с использованием госуслуг подается заявление. Лицензирующий орган в лице нас при получении такого заявления организовывает надзорное мероприятие, так скажем. Сейчас тоже интересный очень момент. Оно проводится по видеосвязи. Да, ну есть случаи, когда мы можем непосредственно приехать к заявителю, то есть, вживую посмотреть. Ну, где-то 99%, то есть, сейчас все идет в видеоформате. То есть, в оговоренное время подключаемся, заявитель показывает свое помещение, свое оборудование, представляет документы, сотрудников показывает своих. То есть, вот такой формат проведения проверки у нас сейчас для получения лицензии. Что я хочу от себя, вот, как я это представляю, да? У меня дом новостройка. Он был не так давно сдан в эксплуатацию. Прежде чем он был сдан в эксплуатацию, приезжали сотрудники МЧС и проверяли его на соответствие вот этой вот самой пожарной безопасности. В квартиру, в каждую заведены такие красные датчики какие-то, которые в случае, если у кого-то что-то на сковородке пригорело, срабатывают и начинают пищать, приезжает, естественно, пожарная охрана и так далее. Это и есть вот та самая пожарная безопасность, о которой мы говорим. Вот в случае там с многоквартирным домом. Ну, не совсем о том. О том, что вы сказали, располагаются датчики. Это как раз и есть та безопасность пожарная. И деятельность, допустим, по установке этих датчиков на этапе строительства, опять же, выполнял организацию, индивидуальный предприниматель, о чем мы сказали, который имеет лицензию на данный вид работы. То есть, вот он имеет лицензию, вид работы, у него установка автоматической пожарной сигнализации. Он этим направлением занимается. Что касается новостроев, так называемых пожарный надзор в лице именно МЧС, осуществляется уже на введенных в эксплуатацию объектах. То есть, на стадии строительства сотрудники МЧС не принимают участия. То есть, давным-давно это так было. Ну, уже очень давным-давно это уже все, по-моему, с года 2006 перестало быть. Пока это находится еще на стадии, то есть, насколько мне известно, хотят нести поправки, чтобы на стадии строительства, реконструкции, капитального ремонта сотрудники МЧС принимали участие. Как осуществляется контроль за соблюдением лицензионных требований? Вот этих самых, которые мы перечислили. Да, лицензионная законодательство в последнее время очень много раз менялось. И на сегодняшний день мы уходим, как говорится, от плановых проверок. То есть, у нас сейчас это называется обязательно подтверждение соответствия. Каждый лицензиат по истечению трех лет с момента получения лицензии должен представить в наш адрес заявление с приложением необходимых документов, которое подтверждает наличие у него сотрудников, наличие у него необходимого инструмента для работы, помещения. То есть, все лицензионные требования, которые, в принципе, правительством установлены. На сегодняшний день не так давно было постановление правительства, которое, опять же, смягчило, назовем это, контроль за лицензиатами. Сейчас все лицензиаты, у кого срок выпадал на 2023 год, о том самом подтверждении, которое они должны были подтвердить, он считается пройденным. То есть, как бы все у нас, но все лицензиаты пройдены, все у нас соответствуют. Но, вместе с тем, я хотел бы остановиться, ну, подчеркнуть, так скажем, что призываю к добросовестности организаций, которые занимаются данным видом деятельности, потому что все-таки пожарная безопасность, именно средства пожарной безопасности, которые находятся в здании, они, в первую очередь, направлены на спасение людей в случае возникновения пожара или какой-либо еще ситуации. То есть, максимально быстро обнаружить пожар, максимально быстро, чтобы была выполнена эвакуация людей. И именно вот эти моменты, так скажем, недобросовестного подхода к выполнению своей работы, то есть, они могут в дальнейшем вырасти очень большие последствия, трагедии и так далее. То есть, у нас такие случаи были на протяжении, там, последних 10 лет. Поэтому я настоятельно призываю всех, кто занимается данным видом деятельности, подходить с полной ответственностью. А вообще много вот добросовестных и недобросовестных? Больше всего, конечно, добросовестных. Мы со своей стороны, то есть, при проведении все-таки, когда у нас какие-либо мероприятия контрольные проводятся, при выявлении нарушений лицензионных требований, пользуясь своими полномочиями, мы применяем меры. То есть, у нас идет вплоть до приостановки лицензии. Приостановим лицензию, даем лицензиату определенный срок для устранения каких-либо нарушений, то есть, которые были выявлены при проведении мероприятия на каком-либо объекте. Вообще, вся эта процедура происходит долго? Вот получение лицензии, документы, вот сложно людям это сделать или нет? Нет, сейчас все облегчено, особенно с использованием цифровизации, как я сказал, использование портала госуслуг. Временной показатель законодательством определен, это не более 15 рабочих дней. На практике намного быстрее все это делается. То есть, это буквально заявление, видеоконференция, проверка лицензионных требований. Если соискатель лицензии соответствует, то дальнейшее уже там мероприятие, бумажное, так скажем, оформление приказа, внесение в реестр, ну, не занимает длительное время. Поэтому при соблюдении соответствия, то есть, это все в короткие сроки осуществляется. Теперь другой вопрос. Расскажите о сертификации продукции в области пожарной безопасности. Также требования пожарной безопасности у нас установлены к строительной продукции, отделочным материалам, которые используются при строительстве. У нас требованиями установлено, что в технической документации на различную продукцию должны быть отражены пожарные показатели, назовем их так, которые включают в себя горючесть, дымообразование, токсичность и так далее. Поэтому вся строительная продукция, которую используют у нас в строителе, в том числе, как я уже сказал, какие-то отделочные, то есть это декоративные панели, или ноулеумы, они все должны иметь сертификат с отражением требований пожарной безопасности. То есть, пример какой-нибудь мне приведите из жизни. То есть, возводится здание, туда закупаются материалы, да, и на каждый материал, вот, допустим, мы находимся в офисе, и при его строительстве, получается, я не знаю, на этот стол, на этот ковролин, еще на что-то, должен быть сертификат или как? Да, совершенно верно. У нас по пожарной безопасности все здания делятся по функциональному назначению. То есть, ну, садик имеет свой функционал, школа и так далее. В зависимости от своего функционала выбирается и строительный материал для того или иного здания. Также еще есть материал, который, допустим, используют только на путях эвакуации, в зальных помещениях. То есть, это, ну, зальные помещения, мы понимаем, что это скопление людей, то есть, там должно, соответственно, быть все там не горючее, не токсичное. То есть, пути эвакуации также должны быть, ну, выполнять свою функцию, то есть, эвакуировать людей, а не наоборот, заграждать путь. Ну, вот, допустим, возьмем школу, да, в пример. Вот, какие материалы должны быть использованы там и как это все происходит? Федеральный закон у нас, так скажем, основной, на нем все стоит. Это технический регламент о требованиях пожарной безопасности. В конце закона приведены таблицы, которые, в принципе, каждый, ну, то есть, они понятны и может их понять. То есть, там достаточно посмотреть, что должно быть на тот или иной материал. Ну, там не материал именно в части, линолеум или еще что-то, там просто материал для покрытия полов, материал для покрытия стен. То есть, если это какая-то декоративная панель, к примеру, которая будет потом покрываться стена, она должна иметь, когда ее выпускают на рынок, так скажем, пройти сертификацию пожарную. В данном сертификате должны быть проведены, то есть, испытания на стадии ее выпуска, на какие-либо показатели, которые там в этой таблице есть. То есть, ну, грубо говоря, я сейчас говорю, горючесть, дымообразование, там, токсичность, распространение пламени. И вот эти все показатели, они имеют там индекс 1, 2, 3, 4. То есть, чем выше, тем хуже. Вот. И если мы придем в какой-то магазин, захочем купить какую-то плитку, линолеум, ковер, то в обязательном порядке на него должен быть сертификат с отражением именно пожарной вот этой информации. Да. Далее, информация, которая отражает в этом сертификате, есть ниже там тоже таблица, которая позволяет его, то есть, какой-либо строительный материал, либо отделочный, с какими-либо показателями использовать. Ну, допустим, если высокое здание, высотные постройки, то уже там этот ковер мы не можем размещать в этом здании, потому что он там горючий. Ну, допустим, если здание там одноэтажное, то мы можем его размещать. То есть, этими табличками, в принципе, легко пользоваться. Это можно в обычной жизни любому гражданину. Домой мы покупаем линолеум, попросить сертификат, протокол испытания. То есть, все это у них есть, просто мы так привыкли, что это не требуем. И, в принципе, даже себя как-то своими такими превентивными мерами обезопасить свое жилье. Ну, не говоря уже о большом именно, то есть, о квартирах, где мы проживаем. А стоит ли квартиру вот так, я бы сказала, тщательно продумывать, смотреть все сертификаты? Ведь зачастую, ну как, у нас ремонты делают какие-то бригады, нанятые так. Я думаю, стоит, как один мой хороший товарищ сказал, что ваша безопасность – это ваша ответственность. Поэтому, ну, если нам это самим неинтересно, то за нас это никто не сделает. Ну, при чем тут как бы, это же не как-то не трудоемко, еще что-то. То есть, хотя бы просто знать, понимать, что, для чего и куда. Это что касается квартиры. Что касаемо, если мы говорим о комплексной какой-то застройке, то есть, там уже, соответственно, ну, вот эти организации, о которых мы поговорили с вами ранее, то есть, это строительные организации, там в том числе лицензиаты, они, в принципе, все эти моменты, на эти все моменты обращают внимание. То есть, тогда, когда я хотела сделать декоративные панели деревянные, и муж был против, он был прав. Да, они, как правило, все декоративные, имеют высокие показатели. Поэтому при необходимости не стоит их использовать. Ну, вот хорошо, мы сегодня проговорили о пожарной безопасности, о лицензировании и о сертификации, да? А в пожарную безопасность, кроме этих двух понятий, еще что-то входит? Входит же явно. Да, о чем я в начале нашей беседы сказал, то есть, пожарная безопасность – это состояние защищенности какого-либо объекта. Также у нас законодательством предусмотрено, то есть, когда будет считаться выполнено как раз-то состояние защищенности от возникновения пожара. Законодательством предусмотрено несколько путей подтверждения, то есть, это выполнение всех требований, там, сводов правил федерального законодательства. Либо же, к примеру, вот не так давно была тема «Независимая ценка риска». То есть, это когда здание построено, введено, и чтобы выполнить, подтвердить его соответствие пожарной безопасности, чтобы мы были уверены и знали, что пожарная безопасность на этом объекте выполнена, есть так называемый пожарный аудит. То есть, это тоже для того, чтобы им заниматься, необходимо также получить в Главном управлении, если мы за наш субъект говорим, аттестацию, то есть, на независимую оценку риска. То есть, тоже там необходимы требования к образованию, к стажу человека. Он приходит, там, проходит тестирование, ему выдается свидетельство о том, что он полномочен делать такие мероприятия. Таких граждан, я скажу, мало, потому что, ну, то есть, это, помимо опыта, должно быть большое понимание того или иного строения. То есть, это полностью проводится обследование объекта. То есть, ты должен знать от и до, то есть, и строительные нормы, и пожарные нормы. Поэтому это, ну, такое серьезное направление. Вот. По системам, опять же, сейчас у нас появилось, что системы для проектирования систем, то есть, вот до этого мы говорили, техническое обслуживание, ремонт, должна быть лицензия. Сейчас мы говорим именно о проектировании систем. Сейчас для проектирования систем необходимо также иметь аттестацию, которую также главного управления, если мы говорим о нашем субъекте, выдает. То есть, также тестирование. И тогда человек только наделяется полномочиями проектировать ту или иную систему. То есть, один человек у нас все проектирует, который соответствует этим требованиям. И второе, о чем мы говорили, лицензиат. Они уже непосредственно осуществляют монтаж, то есть, по проекту. То есть написано тут два датчика, он ставит два. То есть сейчас вот эту деятельность разделили, так скажем, и сделали ее более точечно, чтобы была распределена ответственность. То есть у нас кто проектирует, он занимается исключительно проектированием, то есть сидит, изучает, все сделал. И ребята, которые занимаются монтажом, ремонтом, обслуживанием, и они эту систему уже монтируют по проекту. А не бывает такого, что, знаете, обычно лучше как бы кто придумал, тот и установил? Как правило, это все в одной и той же организации, один и тот же человек, он этим делом занимается. Бывают случаи, да, у нас как-то, я не знаю, вроде информационное поле большое, все доводится, доводится. Но бывают случаи, когда люди выполняют проекты, но вместе с тем не аттестованы. То есть вот сделали проект, мы же все знаем, аттестация, а что надо было. То есть такие случаи тоже у нас есть, к сожалению, потому что, как бы, ну, игроки такого серьезного направления, как пожарной безопасности, когда вот приносят проекты, а они не имели полномочий, так скажем, делать, немного удивляет. Ну, давайте как-то подытожим. То есть пожарная безопасность при строительстве зданий, она важна? Она важна, да, из-за нее все строится. То есть пожарная безопасность вообще в целом, да, в нашей жизни должна играть, ну, основную такую роль, потому что у нас вот, если так посмотреть по статистике, все, ну, завязано на пожарную безопасность. Поэтому при строительстве как никогда она важна, потому что строится здание, соответственно, к материалу должно быть отношение, потому что в последующем материал этот зашивается, прячется, и потом уже никто ничего о нем не знает. Поэтому тут добросовестность строительных организаций под их ответственность, как говорится. Ну, да, что ж, хочется пожелать добросовестности этим самым людям. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о пожарной безопасности при строительстве. В гостях у нас был Иван Микитюк, заместитель начальника нормативно-технического отдела Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова